Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, посмотрим новости, на которых можно будет заработать. Также обращаю внимание, что по понедельникам на своем канале я выпускаю ролики с сигналами, а также среди недели видео на тему, как торговать в платформе MetaTrader. Ссылочка в описании. Давайте посмотрим, что подготовила нам эта неделя. Австралийский доллар наметил такую линию поддержки. Сейчас, если пойдем дальше вниз, то у нас будет хороший сигнал на покупку в районе цены 0.7156. Евро-доллар движется вниз к уровням поддержки. Это зеркальные уровни поддержки. На Аш-4 лучше будет их видно. Вот почему есть два. Первый и второй. К первому мы уже подходим. К второму еще не подошли. Ну и внизу, если пойдет вниз, классический уровень поддержки. И тут в районе цены 1.1282 тоже можно ставить ордер на покупку. Фунт-доллар. Значит, хороший тренд вверх, но наметилась коррекция. Поэтому я растянул сетку Fibonacci. Тестируем, смотрим, как у нас все отработает. Если уровень 23 все отработает, то можно будет покупать от уровня 38. Это цена 1.3526. Уровень 50. Цена 1.3458. И уровень 61.8. Цена 1.3387. Уровни горизонтальные. Это очень удобно. Не надо их редактировать. Один раз поставили и ждем. Более подробно я на своем обучающем курсе об этом рассказываю. Но, в принципе, пользуясь даже моими выпусками, можно тоже хорошо заработать на этих уровнях. Евро-австралиец. Значит, здесь вообще прошлой неделе идеально отработало. Здесь и уровень 50 все хорошо отработало. И 38. И 61.8 немножко не дошел, но тем не менее. Затем цена пошла вверх от уровня сопротивления. Просто шикарно отбилось. Тут вообще одним лотом кто торговал. Тут 323 доллара можно было заработать. Причем это буквально за пару часов. Теперь у нас вот такая линия поддержки. Тут в районе цены 1.5730. Можно будет ставить ордер на покупку. Доллар-канадец тоже на прошлой неделе хорошо отработал все уровни. 50 и 61.8. Здесь вот прям видно свечка хорошая тоже. Напоминаю, что у меня торговая скальпинговая стратегия. Напоминаю, что у меня стратегия скальпинговая. Поэтому даже 250 пунктов для нас это уже нормально. Теперь наблюдаем, куда дальше будем двигаться. И там уже по ходу дела решим. Ну вот я могу наметить так вот уровень поддержки. Как мы видим, он уже на прошлой неделе отлично отработался. Поэтому теперь будем ждать, если он пойдет дальше вниз, то у нас будет хорошая зеркальная линия сопротивления. Доллар-иена движется вверх. Тут вот такой уровень сопротивления у нас. В районе цены 115.047. Может быть продать краткосрочно. Ну а глобально цена двигалась вообще вниз. Отработала тоже фибоначих неплохо. И 50, видите, четко вообще. И 61.8. Вот если все-таки пойдем дальше, то вот внизу здесь уровень поддержки хороший. В районе цены 112.089 тоже можно покупать. Ну и кто нефтью увлекается, напоминаю, что мы около психологической отметки 86 долларов. Тут как бы предыдущий максимум сильный, который был в последний раз 21 октября достигнут. После этого цена сильно проседала. Сейчас опять вернулась к нему, поэтому вполне возможно, что здесь можно пошортить. То есть продать и заработать на падение. Давайте посмотрим календарь. Эта неделя, она ознаменована у нас тем, что очень много докладов, выступлений главцентробанков. Вот во вторник у нас по Японии много выступлений, пресс-конференции. В среду выступление главбанка Англии, а в пятницу выступление председателя Европейского центрального банка. Поэтому надо обратить внимание, волатильность может увеличиваться. Вот такие вот прогнозы на эту неделю. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выпуски по понедельникам. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok